Члены Народного штаба ВАКТАО встретились с сотрудниками строительных учреждений и обменялись мнениями по строительству АЭС на территории страны. Специалисты обсудили преимущества и, конечно же, безопасность проекта. Строители также поддержали прохождение референдума. Атомная электростанция имеет много преимуществ для нашей страны. Будет решена проблема безработицы и снижены тарифы, говорит член Народного штаба Алаберген Гонарбаев, встретившийся со строителями. По его словам, эти вопросы положительно решены в странах, где построены АЭС. В целом, на встрече обсуждался мировой опыт и научные исследования. Я думаю, было бы выгодно построить такую АЭС в нашей стране. Например, проблема безработицы сейчас актуальна в Казахстане. Я думаю, что если АЭС будет построена, то вокруг нее можно будет возвести не один завод, фабрики и различные производственные центры. Вторая причина в том, что в стране, где построена АЭС, тарифы будут ниже, и это будет хорошо для экономии электроэнергии. Есть мнение, что в 2030 году в стране будет дефицит электроэнергии. При строительстве АЭС рассматриваются пути экономии и эффективного использования электроэнергии. Поэтому я, как член Народного штаба, поддерживаю строительство АЭС. Сотрудники строительной компании, принявшие участие во встрече, по очереди задавали свои вопросы. Они поддержали идею проведения референдума и заявили, что проголосуют за строительство предстоящего важного объекта. Считаю, что сотрудники нашего учреждения полностью должны быть вовлечены в эту компанию. Поскольку это мера ради будущего народа, каждый сделает свой выбор. Ведь строительство станции планируется не в нашей области, а в Алматинской. И нужно рассматривать факторы той стороны. Сегодня дефицит энергии очень высок, и его необходимо решать. Будь то атомная электростанция или другое средство, надо смотреть на это комплексно. Таким образом, члены Народного штаба дали подробную информацию о возможностях и преимуществах АЭС. Также дали четкие ответы на вопросы строителей. Они сообщили, что необходимо принять правильное решение после получения всей информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова